Первонаперво, Джастин, поздравляем тебя с этим выступлением. Поздравляем тебя с победой и тем, что ты был частью этого невероятного боя. Расскажи, как ты себя чувствуешь, физически и эмоционально, после этого поединка? Я чувствую себя точно так же. Мне понравилось быть здесь. И после этого боя я вернусь к нормальной жизни. Мой локоть опух из-за того, что я блокировал удары. Мои пальцы болят, потому что я попал ему по зубам. Но, блин, мужик, я выглядел очень круто в бою против Фергюсона. Один раз он попал по мне локтем. Но сегодня я выступил потрясающе. Что тут еще сказать? Да, сегодня ты выступил феноменально. Но скажи, как ты представлял этот бой? Все прошло так, как ты думал? Или исход тебя удивил? Я выходил на этот бой без каких-либо ожиданий. Их у меня не было. Я думал, что он будет быстрее. Думал, что он будет сильнее. Я все время повторял себе, что он лучше, чем я. И это заставляло меня выкладываться еще больше. Это заставляло меня работать над собой, чтобы выйти на новый уровень. Чувствую себя прекрасно. Прекрасно от осознания, что я стал лучшим. Не лучшим бойцом всех времен, но лучшим на текущий момент. Чувствую себя превосходно. Жду не дождусь следующего испытания. В лице Хабиба. Довольно странно проводить бои при пустых трибунах. Но все же бои выглядят более интенсивными. Мы отчетливо слышим каждый вздох, каждый удар. Между раундами мы услышали, как ты сказал, что тебе офигенно весело. Расскажи, все эти изменения и пустые трибуны как-то повлияли на тебя в бою? Нет. Я не почувствовал никаких отличий. Совсем ничего. Я концентрируюсь на том, что я делаю. Зрители здесь ни при чем. Конечно, мне хотелось бы, чтобы за этим боем наблюдали трибуны. Ведь это был крутейший бой. Но в самом бою все зависит от реакции. Реакции того, над чем ты работал. Мой тренер Тревор проделал превосходную работу. Мы работаем вместе уже девять лет. А возможно и больше. И да, мы оттачиваем мои навыки. Мой тренер хорошо делает свою работу. Во время этого боя, когда ты наносил удары по Тони, у тебя не появлялись мысли о том, как мне вынести этого парня? Он, кажется, терпит все удары. Нет, ни разу. Когда они остановили бой, я удивился. Как только бой начинается, у меня все как в тумане. Я занимаюсь этим очень долго. С четырех лет. Каждый бой у меня как на автомате. И я рад тому, как все получается. Я рад, что я радую своих фанатов. Ведь подобные бои вызывают только чистый восторг. Такие бои вызывают крики восторга. И не только в США. По всему миру. Я знаю, что у меня много фанатов. Да и не только мои фанаты, все зрители. Они видят, что я выкладываюсь по полной. И так каждый раз. Скажи, ты хоть насладился этим достижением? Я знаю, что ты говорил, что временный пояс ничего не значит. Но все же это титул UFC. Да, это круто. Я чувствую себя прекрасно. Это добавляет мне уверенности. Этот пояс дает мне настрой на будущее. Дает возможность выйти против Хабиба. У меня только две мысли. Я все еще не чемпион. И в этом дивизионе до сих пор есть Хабиб. И опять же, я не могу в этот момент проявлять самодовольство. Каждый последующий бой как первый. В этом спорте нельзя зазнаваться. Нужно помнить, что ты обычный человек. Я такой же, как и все. В этом бою я тоже мог проиграть. Но хорошо, что я дерусь против таких же людей, как и я. Так что, я просто дерусь. И последний вопрос. Возможно ли сказать, что 100% наследующим противником будет Хабиб? Или может появиться Конор, и хороший гонорар переключит ваше внимание? Нет, я хочу самое жесткое испытание. Это бой с Хабибом. США против Дагестана. А уже после этого можно поехать и в Ирландию. И сделать то, что нужно. Спасибо.